Большие артисты моются. Просто пусть Господь благословит деток и нас вот как бы мы так репетировали, подготовили сцену для вас. Почему сегодня в церкви песни все поют с утра? Потому что славят Бога всемогущего Отца. История-то случилась в один субботний день. Народ радостно толпился в церкви, славил Бога. В это время в церкви находилась одна очень правильная женщина по имени Ана. Она ходила на все служения, молилась и читала Библию. Словом, как она считала, она была настоящей правильницей. Господи, сохрани меня, «Сохрани меня, Господи, помилуй, спаси меня». А рядом со мной стояла маленькая девочка по имени Верочка и тоже произносила молитву. «Господи, помоги всем людям перестать печалиться, дай им больше любви друг к другу». И вдруг они отчетливо услышали голос Божий. «Сегодня приду к тебе в гости, жди меня». Стоящая рядом Верочка и Анна поспешили домой быстрее, готовиться ко встрече с Богом. Анна постелила на стол белоснежную праздничную скатерть и стала готовиться к приходу дорогого гостя. Накрыла стол, поставила посередине украшенный кремовыми розочками торт. Знакный получился стол, богатый, вкусный. А Верочка с папой жили очень бедно. На стол накрывать было нечего. Девочка почистила картошечку и поставила ее варить. А потом сбегла в огород за лупом, а хлебушек у них дома был, ну, последняя краюшка. В это время во дворе раздался шум и гам. Это дворовый мальчишки мутузили Ванюшу. «Пей его! Пей! Спасите! Помогите!» И вот он постучался дверь камни. «Тетечка, уснись мне!» «Ай, ты безобразник какой! Уходи отсюда!» «Она там встала!» «Она там встала!» «Посмотри, уходи!» «Я сегодня важного гостя жду!» «Уходи отсюда!» А в это время открылась дверь напротив. «Ванюшка, беги, стои сюда!» «Сейчас я тебе картошечкой угощу!» «Стала Верочка накрывать на стол, повернулась к мальчишке спиной, а пока чай наливала, обернулась у мальчишки тренер!» «А куда я так быстро Ванюшка-то убежал?» «Анна все ходила по квартире и вздыхала!» «Господь, ну когда же ты идешь?» «Господь, я так тебя преданно жду!» И снова во дворе раздались пронзительные звуки. «Люди добрые, дайте поесть!» «Живо, живо!» «Ну дайте поесть, что-нибудь!» «Это бродяга просил что-нибудь поесть, постучался он в дверь к Аню!» «Ай-яй-яй! И как не стыдно тебе! Есть он профит! Иди работай!» «Не могу я работать! Инвалид я!» «Инвалид! А пособие по безработице получаешь? Уходи отсюда! Я важного гостя жду!» «А в этот самый момент открылась дверь у Верочки!» «Заходите к нам, дяденька! Угощу вас!» «Чем смогу!» «Зашел бродяга девочке в гости, да накормила его остатками картошки, сладким чаем наполила!» «А когда обернулась-то она, а гостя-то и как не бывало, нет!» «Что же это такое? Куда все так быстро убегают?» «Анна дома все ждала и ждала, и вдруг почувствовала сильный сквозняк в комнате. Забь выпадила плечами, подошла к огну, чтобы его закрыть!» «Ой, соседка! Ты чего дочь такой сидишь там? Холодно!» «Увидела она на скамейке молодую женщину во дворе сидящую с маленьким ребенком на руках!» «Опять с мужем поссорилась, а ребенке бы подумала! Уйди домой, иди домой. А девушка сидит, мокнет и ничего не отвечает. Только смотрит на нее огромными грустными глазами. И непонятно, то ли слезы у нее по щекам стекают, то ли капли дожья. А в это время Верочка не закрыла свое окно и поспешила к гости навстречу. И завела она живущим и с ребенком домой. И вдруг Верочка увидела, что бродяга додоел всю картошечку, и сахар не все совсем пуздан, а остался лишь хлебушек черствый. Ну что ж, налью-ка вам чайку, да с лебушком. Спасибо, Вера. Посидела она немного и говорит. Спасибо, Вера, пойду я. Куда же вы пойдете, мамочка, глядя? Дождь кончился, пойду. Садитесь-ка, ложитесь-ка на мою кровать. Ну ладно. Если младше, берите голову. И заснула Верочка, подперла рукой голову. Устала она сзади и уснула. А в это время Анна дома так была расстроена. Убрала все угощения со стола в холодильник, даже не притронувшись к ним. Прочла вечернюю молитву и грустно вздыхая легла спать. Проснулась она от яркого света. Проснись, Анна. Господи, ты! Я тебя весь день ждала. Где ты? Я стол накрывала. Господи! Я трижды приходил к тебе сегодня. Когда? Господи, когда ты приходил ко мне? Я приходил к тебе избитым мальчишкой, бродягой и женщиной с младенцем. А ты нас не пустила, осудила, обругала. О, Господи! Прости, не признала. Стыдно так как. Прости, Господи! Христос простил Анну и благословил Верочку. Они подружились и стали вместе служить Господу. Помогать тем, кто нуждается в помощи и находится в беде. Кто чист душой, тот Господом любил. Удобно не случится с ним, кто жил во тьме. Как в свету вышел, того Господь просил, услышал. Творя добро, не говори о том, тебе качкется доброе потом. Аминь.